Одесским городским советом в феврале этого года было принято решение о разработке детального плана территории в границах улицы Градоначальницкой, Мечниково, Торговой и Старопортофранковской. Два года назад, в 2018 году, был принят закон Украины о стратегической экологической оценке. И в соответствии с этим законом материалы детального плана территории подлежат стратегической экологической оценке. Этот закон описывает определенную процедуру, по которой все это должно происходить. И одной частью этой процедуры является заявление об объеме стратегической экологической оценки, которое сейчас и опубликовано на сайте городского совета. Это заявление делается для того, чтобы граждане города могли подать свои предложения не к самому еще детальному плану территории, а к объему раздела стратегической экологической оценки. Такие заявления принимаются департаментом в течение двух недель от момента публикации. Хочу заверить, что эта работа выполняется для того, чтобы департаментом экологии области было правильно сформировано задание на разработку раздела стратегической экологической оценки в составе детального плана. Затем этот детальный план территории, в том числе и раздел стратегической экологической оценки в соответствии с законом будет подлежать рассмотрению на общественных слушаниях, так как это обычно и происходит со всеми детальными планами территории. И после этого только будет рассматриваться на заседании исполнительного комитета вопрос его утверждения. Детальный план территории еще не рассматривался, он только разрабатывается, поэтому предложения могут включать какие-то пожелания о том, что в экологическом плане необходимо в этом проекте учесть. Например, вопросы сохранения зеленых насаждений или еще какие-то именно экологические аспекты этого градостроительного проекта.